Всем привет! И сегодня у нас очередная распаковка. Но вы все равно знаете из названия, что здесь лежит. Чтобы не повредить. Но я вам скажу содержимого вот этой посылки, этой панельки, мне очень не хватало совсем недавно. Когда я ехал в поезде. Но об этом чуть позже. Давайте ее откроем сначала. Здесь мы видим набор переходников. Под всякие разные случаи жизни. Это очень здорово, честно говоря. Очень-очень радует. Ух ты! Так. Такая у нас коробочка. Солнечная панелька. Все, коробочка у нас пустая. Что у нас тут заявлено на коробке? Важно быть заявлено 40 ватт. Да, вот ее характеристики. Можете поставить на паузу и прочитать. Выход у нас 18 вольт и 5 вольт. То есть вот эта панелька, она интересна чем? Что она позволяет заряжать автомобильные аккумуляторы. Аккумуляторы для катеров, лодок, автомобилей, мопедов, мотоциклов без проблем. 2,2 ампера нормальный ток. Вот ее габарит и вес. Да, больше килограмма. И сейчас 184 грамма ее вес. Ну давайте посмотрим, как же она выглядит. Кроме переходников, у нас еще провод. Провод достаточно эластичный, мягкий. В принципе ничего. 22 АВГ. Ну, тонковатый немножко, я бы сказал. Хотя для вот этих токов вполне достаточно. Толщи сюда не надо. Ох, такая штучка. Кармашек. Для того, чтобы укладывать сюда телефон. И заряжать. Здесь у нас выход USB. И вот это, я так понимаю, до 9 до 18 вольт. Для зарядки уже более мощных аккумуляторов. Так, что мы видим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот таких панелей. В развернутом виде. Ну, смотрите, она очень-очень большая. И это хорошо. Есть маленькие панели, но, во-первых, они не дадут такое напряжение, как даст вот эта панель. Плюс ко всему, когда у нас вечер или очень большая облачность, вот эти маленькие панели, они нам что-либо зарядить нормально, будут просто не в состоянии. Вот эта же панель, благодаря своему размеру и напряжению, будет работать практически при любой облачности. и вечером, когда солнышко заходит, оно все равно будет работать. Ну, все эти тесты, конечно же, будут. Все это дело я протестирую. Но даже вот сейчас, не отходя от кассы, мы можем попробовать что-нибудь зарядить. А вот так повесить на окно, не получится, чтобы работало. Но, в принципе, с утра, наверное, у меня она будет работать. Я еще это проверю. Сейчас не работает. Почему? Во-первых, здесь, жалюзи сейчас поднятые, рама закрывает четко. Вот, четко две панели закрывают, они уже не работают. Сверху то же самое. Ну и тень. Поэтому, вроде как бы, показывает нам напряжение нормальное. 5,2 вольта. Но если мы попробуем нагрузить хотя бы на 1 ампер, видите, у нас все тухнет. То есть не хватает. Где-то миллиампер 100 может выдает, но не больше. При зарядке. Ну, потому что сейчас солнце на ней не светит совершенно. Она у нас в тени. Это мы попробуем еще с утра как-нибудь. Вышел я все-таки на улицу. Вот, расстелил на земле панельку. Время сейчас у нас 2 часа дня. 11 минут третьего. Немно чистенькое. Практически солнышко светит без тучек. Вот так у нас выглядит. Давайте посмотрим, что нам выдает панелька. Без нагрузки. Выдает 5 вольт. Пока все отражается, по-моему. 5,18 вольта без нагрузки. Ну, не знаю. Надеюсь, вам будет это видно на видео. 5 вольт. Так вот, я нагрузил на 1 ампер. И смотрим, дает ли оно у нас ампер. Дает. 1,02 ампера. Четко дает. Здорово. Надеюсь, вам видно, что он показывает этот приборчик. Давайте переключим на 2 ампера. 1,99. Четко 2 ампера. Вот. 2,00. Напряжение 5 вольт. Ток даже 2,02. Больше 2 ампер. То есть с 5 вольтами все четко. Как написано. 2 ампера дает. 2 ампера дает. Беспроблемно. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Давайте посмотрим, что мы имеем по вот этому выходу. Написано от 9 до 18. Но без нагрузки нагрузить не будет нечем. Так, вот у нас приборчик. Смотрим. 21 вольт. Отлично. Отлично. Ну и давайте померяем ток короткого замыкания на 12 вольтах. Так. Какой интересно даст ток. 1,6 ампера. По-моему, очень неплохой результат. Это учитывая то, что панелька, как бы видите, я ее просто положил на землю. Я ее не направлял на солнце. Если ее правильно поставить на солнце, я думаю, результат будет даже больше. Еще и лучше. Да, вот если на солнце немножко так ее подровнять, видите, 1,76 даже. То есть ток у нас даже увеличивается. Это ток короткого замыкания нашей панельки. То есть, ну что я могу сказать. Панелька достаточно такая хорошая. Порадовала. Вот так вот она выглядит в разложенном виде. Очень даже, очень даже хороший результат. В принципе, это неудивительно для таких габаритов, для таких размеров. Естественно. Так что, панелька я доволен. Эта панелька у нас будет еще очень часто появляться в видео. Панелька выдает абсолютно точно все характеристики, которые у нее заявлены. Очень здорово. Мне очень нравится. И благодаря вот таким адаптерам, которые идут в комплекте, переходнички, вы можете подключить на зарядку практически любой ноутбук. Абсолютно. В крайнем случае, вы можете сделать свой переходничок. То есть, панелька, конечно же, заслуживает очень большого уважения. Ну, в принципе, и все. На этом я с вами прощаюсь. Вот такая вот она, видите, маленькая, аккуратненькая. Не тяжелая. Ссылочка на эту панельку в описании. Выходите, смотрите. Я советую, если вы ходите в походы, ездите в путешествия, штука просто незаменимая. Всем пока. До новых встреч. Читайте описание под видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова